Эй, Бобс! А? Что? Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Никогда бы не подумал, что словлю ностальгический приход от заполнения кода в пиратскую версию игры. На самом деле, конкретно в данном ролике я решил устроить себе своеобразный челлендж, а точнее подарок. Не сдерживаться в высказываниях и говорить буквально всё, что у меня в голове. Так что ожидайте высокоинтеллектуальный контент, а я же ожидаю потерю монетки. Три школа трона, только вместе мы сильны, Волан-де-Морда победим, но вот ЕГЭ мы не сдадим, ведь российский метод преподавания суров и непобедим. Сама игра начинается не с раздувания, тётушки, гонок на автобусе или хотя бы с вопросов про Египет, а со злобного Догича, что рычит. Глядя на поезд, полный британских детишек. Видимо, Догич австралиец. Здесь написано, что из тюрьмы Аскабан бежал Сириус Блэк. Под Аскабаном они имеют в виду Твич. Ну, в Хогвартс это нам точно ничего не грозит. А Хогвартс это Ютуб. Да, блядь, заебёте, Рокки, блядь. Рон, вчера вечером я слышал, как твой папа говорил о Сириусе Блэке. А Гарри Поттера озвучивает Сергей Блабанов. Видите, все хотят повысить свою продуктивность за наш счёт. Я никогда не ищу неприятностей. Они находят меня совершенно самостоятельно. Да. В общем, сейчас мы должны бегать по поезду и искать крысу Рона Коросту. Я хрен знает, кто так называет крысу. С таким же успехом можно было бы назвать кота Варикозом, а Дубермана Геморроем. Это мой попугайчик, я его назвала Сифак. Гермиона, этот твой кот социально опасен. Он чё, снимает летсплеи по Сталкеру? Я, кстати, в следующем году хочу стать летсплеером. Именно так я и окончу серию роликов по вампирам. Блин, это вроде последняя игра, где можно было вот так махать палочкой и получать искристый сквирт с конца. Эх, ушла эпоха палочек пердящих, а Израиль нелегитимная страна. Ох, вот невезуха. Ну и где нам теперь искать Коросту? Хе-хе, в прысоке у дуры. Я бы и дальше чилил в этом вагоне, но Малфоевские друганы Жене и Ботай внезапно заявляют, что Малфой для Гарри устроил сюрприз. Я же, будучи извращенным на Юойнах фанфиках мальчонкой, сразу же почуял тут завязку, как минимум на НС-17. А дальше все по стандарту. Аллахомора, жирножопая крыса валит ящик, прыжки с препятствиями. Ну ладно, ты первый. Иди вперед к ящикам. Щелкни правой кнопкой мыши, и ты подпрыгнешь. Ректус Эмпра внезапно стала депульсой. Ты молодец, Гермиона. Рон, завали еб... А я же внезапно сделал для себя открытие спустя столько лет. В этой игре мы по КД будем бегать компашкой, и стоит нам раскидать пополу парочку бобов, или чего еще, как двое остальных товарищей это говно будут подбирать. А ну за работу, подсосы! Сейчас вы видите пантомиму, бигендер, транссексуал и чернокожий баскетболист Гермион Грэнджер уничтожает учебники по биологии для шестиклашек. Странный какой-то вагон. Альш, что в этих клетках? Те, на ком тестировали прививки. О, вы только гляньте, кто здесь? Спотти и Визгли. О, наконец-то наш белобрысый бой по имени Малфой. Хотя тут он походит на полусонного, пассивного Васяна. Видимо, фанфик все-таки пойдет по классике, да? Да уж, где ему еще искать себе друзей, как не здесь? Рон, пиздак свой завали. Вот теперь все здорово повеселятся. О, не, что это за кошмарная книга? Похоже, это и... Учебник по геометрии. В это сложно поверить, но даже в такой вроде бы детской игре есть убер-сложные босс-файты. Бесовская книга повержена. А мы понимаем, почему она была такой злобной. Кто-то вырвал из нее страницу для подтиражки. Ничего, если я сейчас закричу? Рон, я твой ебальник сейчас в мут отправлю, если не заткнешься. Что происходит? Совершенно неожиданно. Для всех юных игроков игра из сказки превратилась в ужастик. Гарри Поттер теряет сознание, Гермионий убегает за помощью, а мальчик, который все не может замолчать свой рот, вынужден защищать очкарика от неизвестной опасности. Не, ну это уже какой-то хичпок получается. Открой эту дверку, мальчик. Позволь мне узнать, насколько глубока кроличья нора. О нет, не надо. Но несмотря на бесполезные усилия рыжего, призрак в простыне прорывается через линию обороны и мигом отлетает от отрезвляющего пшолус нахус. Все заканчивается хорошо. Герман просыпается, ребята довольны, профессор Люпин пахнет алабаем, а поезд наконец-то доезжает до дивного мира варспир онлайн. Ну какая может быть зимняя хандра, когда специально для таких, как мы с вами, выпускают такие ламповые и абсолютно милейшие и горе? Зачем все эти бездушные 3D-шные Алёшки, Вовки или Нечи, когда можно вполне легитимно получить эмоции балдежа бегая по прекрасному открытому миру, миру огромному, прокачать своего героя, зачелить на PvP-арене или же наоборот сгореть на PvP-арене, потому что игра, знаете ли, хардкорная, чёрт побери. Но на самом деле суть далеко не в этом, скажу я вам. В первую очередь, что стоит подметить, так это то, что в данной игре вышел новый очешухпительный апдейт. В Ренаре ежегодно отмечают праздник Мира Рождения, а чем игроку временно открывается совершенно новый остров Снежный Предел, где происходит тотальный шок-контент. Помоги Белобороду спасти остров от злодея и участвуй в состязании архитекторов. За кого будешь ты? На стороне Мартица и Легиона или же на стороне Петриса и Хранителей? Выбери одного и дай по роже другому. Рейдовые боссы, недельные турниры, массовые рейды, зловещие имбирные человечки, море веселья, подарков и это далеко не всё. Warspear Online. Переходи по ссылке под роликом и играй уже сегодня и сейчас. А не то придёт Белоборот и как пропишет тебе в еб... Гарри, Рон и Гермиона были счастливы снова оказаться в Хогвартсе. Хогвартс, вся троица собралась на первый парень, кои ведёт профессор Пупин. Тема нашего первого занятия заклинание Карпи-ретракту. Э, не, так не пойдёт. Сегодня я вас обучу ректальному Карпентеру. Рональд Визля к доске. Гермиона колдует куда лучше меня. Рыжий, блядь, до греха не доводи. В этой игре все занятия максимально схожи геймплея на с предыдущими частями за одним единственным, но они убрали шелупонь с обводкой заклинаний и, короче, это... пососня. верните обводки! Ууииии! Ууииии! Если бы у нас в школе были бы такие же занятия, то на логарифмах я бы просто сделал бы сальтуху из окна прямиком в МакДак. В игре же задание шло достаточно мягко и без проблем пока не случился. Чёрт! Рон, это чёрт. А мы и не сомневались. Этот, простите за мой французский, ла-дидр, кидается хлопушками. И я, по сути, должен ему также этими хлопушками давать прямиком промеж его накрашенных глазёнок. Однако, произошло это. Давай, Рон, посмотрим, получится ли у тебя подобрать хлопушку и кинуть её в чёртика. Великолепно. Прекрасно. Я вам похлопаю. Я не хотел бросать идею сделать адекватный и абсолютно разумный ролик по гарри-пуге, чем поэтому решил исправить данный глюк. С этим вопросом я вышел в интернет. Я менял совместимость, менял разрешение, прописал разрешение, скачал разные проги, чуть ли не сатану призывал. Однако, результат всегда был один и тот же. Ты не чёрт, ты скотина! Мне даже пришлось довести Ру до состояния, когда она просто не захватывалась карта захвата. Я был на грани. Однако, всё совершенно поменялось, когда я совершенно случайно наткнулся на ролик некого спидранера, который сам эту проблему разобрал. Плюс, талантливые зрители предложили свои варианты решения проблемы. Ох! Я обожаю интернет! Но всё, гублядек, теперь ты полностью мой. Отлично, Рон. Ну что ж, пора проверить, к чему выучились. На экзамен. А, упало! Ой-ой-ой! Конечно же, занятие пролетело как мыло через робкие ладошки молодого октябриста, и я даже не знаю, стоит ли акцентировать внимание на тех же красноочковых черепахах. Однако, я очень долгое время стоял и слушал музыку из главного меню. Какими бы игры не были плохими для нынешнего меня, но для меня юного они были золотом, заменившие многие радости жизни, кои были мне недоступны. Загадка! Что сказал Рон после шестичасовой лекции Дугина про постмодернизм? Я перданул, блядь, я обосрал свои эти шорты, нахуй. А мог бы просто послушать Псоя-Кароленко, эффект был бы тот же. Наконец-то мы можем гулять по школе и делать всякие штуки. Ура, свобода! Как обычно, мы можем заниматься абсолютно чем захотим. И с парой доступных занятий. Чуть позже нам откроются битвы с корнольскими письками из колодца папи, что драки с книгой Майнкрафта, даже эпичные полеты на летающие собаки. Я бы на вашем месте как можно сильнее наслаждался его подобным досугом, потому что самого сюжета тут, как таково, почти что нет. Я серьезно. Оказывается, пока версии в сравнении с версией консольной обрезано шупесос, словно для компа вышел нынешний экшоновый киберпанк, а на консоли тот самый киберпанк РПГшный. Но я не расстраиваюсь, ведь игра все равно хороша. Да, профессор Дамбалдик? А я вот мальчиков люблю! Сейчас вы увидите пантомиму, российская медицина и джекичановский вирус. Эй, ты урод! Ты ведь совсем не опасен, так? Следующим уроком является Трафигушкирация, где профессор Макнаггетс превращается в кота. Я ва... А еще она обучает гармошку двум самым важным заклинаниям, Лопифорс и Драконофорс. С помощью них девочка оживляет статую Влада Галакаса, Кау! И статую лысой кошки. Мяу. Пожилой кроль кушает травку и копает ямку, А Дракоша летает и огнем полыхает. Вроде бы разнообразно, но я все равно недоволен, Ибо будучи кроликом, так и не смог разглядеть гармошкиного мозгошмыга. Иди нахуй отсюда. Следующим эпизодом нам показывают, Как анимешный Гэри летит на палке за мячиком. Но внезапно пацанчик окружает засаные простыни, И он храбро теряет сознание, И возможно писякает в трусы. Как мужик. После этого он мигом бежит на всю голову больному профессору Люмпину, Дабы научиться контур заклятию страшный простынус подальше съебинус. Это на албанском. А еще заклинание, значок в форме, Половинки мандаринки. И все бы ничего. Пятиглазому даже удается отработать магию на бугурте из шкафа, Как вдруг внезапно препод обманывает мальчика и сбрасывает его в подвал, В кровожадные лапы лже-дмитриев. Сам Люмпин, небось, стоит и смотрит на все, Натирая свою волшебную палочку клубничным маслом. Гарри, ты молодец. Все прошло очень неплохо. А за ловушку и все прочее, Ну, извини меня. Это было необходимо, чтобы увидеть, Как ты будешь действовать, Если дементеры захватят тебя врасплох. Да-да-да, Потом в суде будешь свои сказочки Барда Биддлер рассказывать. В следующем эпизоде мы устраиваем бойню в библиотеке, Дабы добыть книгу по защите гиппоглифа в суде. Книга нам потом так и не понадобилась. Последнее заклинание, которое мы узнаем, Глациус. Ему нас обучает профессор Плешивая Шишка с голосом гномика. Пройдя через это дверь, Вы сможете попрактиковаться в заклинании Глациус. По сути своей, это заклинание остужающее. Костер подушит, воду заморозит, беззащитную Саламандру убьёть. Поскольку я проходил игру залпом, В какой-то момент мне уже начало все это действие наскучивать. Но внезапно началось такое вот веселье. Именно после этого урока начинается финальный сюжетный эпизод, Который, к моему огромному сожалению, Даже короче жизни проститутки на трэш-стриме. Все было так. Бандитская группировка Два Содомита и Рыжий Куколд решают навестить бородатого френда, дабы узнать, будет ли жить гипергриф. Однако, стоит им подойти, как случается звук отделения тела от головы. В это же время мимо пробегает толстожопая крыса, и вся компания внезапно забывает про бородача и его летающую лошадь. И далее случается настоящий порно-театр имени Сухачёва. Крыса пойман Роном, Рон пойман собакой, Гэдис Гермионы за собакой, собака в Иву, а в Иве Форт Боярт со скелетами, котлами с тыквами и сундуками с пирожками. Во время всего этого фарса очкарик попадает в ловушку, Гермес за решётку, а волк в Рона. Ну что, было весело? Ребята поняли, надо спасать пацана, иначе тот сверхнётся кукухой, и с таким портфолио можно будет позабыть про всякие физико-математические факультеты, ибо сказано, ёбнутым дорога на филфак. Через скелетов и ловушки добегают дети до воющей избушки, а внутри избушки Рон сидит с мышей в руках. «А где собака?» – выпрошают ребята. «Это не собака нифига, это алкаш-рецидивист-серьёзняк Чернышёвский», – сказал Люпин. «Его бояться не нужно, он в завязке». Тут-то пред пятью очками Поттера предстаёт правда-матка. На самом деле крыса Рона – это Петя Педигри. Скотина, что сдала родители Гарри, сами знаете кому. И вот вроде бы Хэппи Эд, но далеко не Эд, и уж точно не Хэппи. На небе Луна, а в профессоре Люпове скипает кровь облезлого Фуридодика. Тут-то начинается самый настоящий фестиваль чеченских плясок. Чернышёвский превращается в пса и набрасывается на учителя. Петя Грёв превращается в крысу и текает, а потом Гарри защищает уставшего Чернышёвского от кучи обосных простыней, что норовят зацеловать обоих в уста кисло-сладкие. В конце концов главгерой теряет сознание, а вся адская троица оказывается в школьном медпункте. Внезапно заявляется школьный глав-извращенец Альбус Даблкил, он же карамельный мужелюб. Дед делает заявление. Сидуса схватили и хотят сделать из него сторонника аниме с озвучкой, то есть бездушного пи... Ну и далее Лёлик и Болик перемещаются во времени и пробегают совсем уж милипизерный фрагмент, во время которого освобождают гиппогрифа, бьют демасиков и спасают самого Чернышёвского. Вот вроде бы хэппи-энд, но внезапно... Нет! Нам проводят шуршавым по губам и говорят... Сдавай экзамены, тварь! И я их сдаю, бля... И лишь после этого случается... Счастливый хэппи-конец. Я рад, что вы пережили последний экзамен. Ох, это было здорово! Говори за себя! Мне теперь долго будут сниться кошмары. Ну что ж, давайте посмотрим, чего вы добились за этот год. Нечbreтое шуршавым по этим включаемнешным пистом. Музыка Да, ребят, сейчас самое время топить за ванкеров, если вы так этого хотите. А коль вы желаете, чтобы я в этой рубрике победал вам за игры нулевых, то ждите 2030 года. Субтитры сделал DimaTorzok Музыка 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 И это был Гарри Поттер и Узник Аскабана. Игра, на которой мы, пожалуй, и закончим этот проклятый 2020 год. А, до скорых встреч, дорогие мои. Еще увидимся, увидимся скоро, я вам гарантирую. Да, да.